Во всяком случае, в Сочи очень многие, когда приходилось говорить или просто делились, говорили по поводу кёрлинга, что вот я занимаюсь кёрлингом, или я в сборной, или еще что-то. Бывало так, что каждый второй, третий, во всяком случае, говорил, что, чем это чувствовалось. Но после Олимпиады это количество уменьшилось в разы, то есть сейчас мне не приходится. Я уже по привычке говорю, вот там я занимаюсь кёрлингом, и знаете, что это такое? И сейчас никто не говорит, что я не знаю. Все знают, что, по крайней мере, как это выглядит. Может быть, я не знаю каких-то тонкостей, но то, что это было показано по телевизору, то, что проводилось в нашей стране, это, конечно, большой плюс. И сейчас очень многие не то, что просто посмотрели, и правда интересно. И сразу начинаются вопросы, а как, что, расскажи, а какой способ игры? То есть это действительно очень помогло. Ну и важно, чтобы после Олимпиады это не просто пропал этот интерес, как обычно бывает, знаете, после Олимпиады первый год всегда очень из-за того, что освещают много. А чтобы этот интерес поддерживался, чтобы не было вот таких провалов, и только на следующей Олимпиаде, возможно, снова нас будут так громко говорить.